Глубоко уважаемые коллеги, уважаемый президиум Андрей Владимирович, Михаил Юрьевич, уважаемые друзья, мы хотим представить опыт Томской властно-онкологического диспансера, который будет касаться автоматизированного учета и мониторинга в онкологической службе. Мы все знаем, что регистрация излокачественного образования имеет свои особенности, и главными ключевыми из которых являются исчерпывающий и своевременный учет всех случаев онкологических заболеваний. Этому два объяснения, для чего это нужно. Первое – это, безусловно, эпидемиология, и второе очень важное – это практический аспект. Мы все знаем, что каждый случай онкологического заболевания должен быть учтен, потому что пациент должен своевременно попасть на специализированный этап оказания онкологической помощи, будь то радикальное лечение или палеотивные мероприятия, а также диспансерные наблюдения и так далее. По нашему мнению, правильно организованный учет онкологических заболеваний непосредственно имеет значение продолжительности жизни онкологических больных, потому как связано именно с организационным аспектом. Что делать для того, чтобы учет был своевременным, и наши пациенты, вернее, что делать для того, чтобы наши пациенты могли своевременно получить специализированную помощь и долго жить? Нужен мониторинг. Об этом сегодня говорится на всех уровнях, на уровне самого высокого руководства. И когда я 7 лет пришла работать назад в онкологическую службу, для меня всегда была проблема, как сделать так, чтобы организовать мониторинг, не просто в ручном режиме, а когда ты имеешь 23 тысячи пациентов, а если это регионы с еще большим количеством контингентов, то это какая-то проблема. И, конечно же, мониторинг подразумевает автоматизацию всех процессов, потому что наши пациенты, это очень важно, на этапе выявления онкологического заболевания, на этапах специализированного лечения, где-то могут, извините так за слово, зависать и своевременно не поступать на тот или иной этап. Но нужно сказать, что на сегодняшний день онкологическая служба Томской области представляет собой такую типичную модель трехуровневую, укомплектовано первично специализированное звено первичного кабинета практически на 90% врачами, сертифицированными онкологами, среднемедицинским персоналом. И, в общем-то, служба относительно неплохо работает. Есть определенные результаты, за 5 лет удалось ей смертность снизить, и ряд других показателей улучшить. Но для того, чтобы все-таки дальше нам быть эффективными в плане исполнения различных требований и достижения целевых показателей, мы должны критично относиться к своей работе и смотреть, где у нас что не получается, и что для этого можно сделать. Ну вот, смотрите, например, мы проанализировали ситуацию, увидели, что все-таки есть провалы в нашей работе, более половины пациентов на уровне первичного звена своевременно недообследуются или длительно обследуются, и в результате вовремя не поступают на специализированный этап. Не более 40% пациентов в Томской области, может быть, это и в других регионах, подобная статистика, может быть, не охвачена специализированными профилактическими осмотрами на онкологию. Формально проводится формирование групп онкологического риска, в всяком случае у нас в регионе так, иногда даже вообще не проводится, недооценивается это мероприятие противораковое. И мы увидели то, что порядка 40 пациентов, которые получили и успешно прошли курс специализированного лечения, у нас выпадает из-под эффективного наблюдения. В результате мы имеем позднюю диагностику вторых-третьих опухолей у контингента онкобольных, и, к сожалению, рецидивы, которые не способствуют продлению жизни. Поэтому, имея такие проблемы, мы не можем быть эффективны в плане контроля за смертностью. Но, знаете, ситуация в нашем регионе, в Томской области, цепящий северный регион, проблема это с малой плотностью населения, трудная доступность. И вот это реальные фотографии, выезжая в район, мы там застреваем, мы там живем, это проблема. У людей нет сегодня, коллеги, реальной возможности быстро попасть на этап специализированной помощи. Это характерно для Иомской области, и для ТВ, и так далее, для Алтайского края части. Все ресурсы сосредоточены в областном центре. Поэтому этот вопрос своевременности, он очень актуален. Что делать? Конечно же, мониторинг необходим, и для этого, мы считаем, необходимо оптимизировать работу в рамках ракового регистра. Нужно сказать, что, считаю, нашей области повезло. В 2013 году в нашем регионе была внедрена единая медицинская информационная система. Данной системой покрыты все лечебные учреждения областной формы собственности, областного подчинения. В основе единой медицинской карты, где мы можем видеть всю информацию о пациентах, начиная с профилактики и заканчивая различными госпитализациями и так далее. И вот возникла идея, а почему бы вот этот ресурс, единое медицинское информационное пространство, не использовать для более эффективной работы онкологической службы, для мониторинга, как раз вот за нашими пациентами. И в результате мы сделали такую вещь, как разработали, создали четыре вида регистров и интегрировали их в нашу информационную систему. Речь идет, конечно же, о регистре злокачественных новообразований, о регистре онкориска, регистре лиц с подозрением на злокачественном образовании и также регистре лиц, подлежащих скринингам обследования. Нужно сказать, что информационное пространство Омской области, сама МИС, это множество-множество армов на уровне стационаров, поликлиник, диагностические службы и вся информация об онкологических пациентах, таким образом сделанной настройки, выпадает в соответствующие базы данных, или в раковые регистры, или в онкориск высокий и так далее. Все регистры связаны с собой единой аналитикой и с единым информационным пространством. Нужно сказать, учитывая, что первичное специализированное звено укомплектовано практически в нашем регионе, все автоматизировано, мы перешли на новый этап, автоматизированном режиме работы осуществляется деятельность первичных онкокабинетов. То есть каждому онкологическому кабинету, благодаря этой системе, доступен свой сегмент ракового регистра, свой сегмент пациентов, имеющих высокий риск, или подозрения, или подлежащие скринингу. И имеется возможность проводить аналитику для своего сегмента соответственно. Вот знаете, мы еще такую ключевую особенность предусмотрели в нашем регистре, не знаю где, как, у кого, но для нас проблема, что пациенты зачастую уже прошли обследование, взят материал на морфологию. Патоморфолог выставил диагноз рак, и вот момент от постановки диагноза до поступления в онкодиспансер иногда пациенты исчезают на полтора-два месяца. И мы решили этот вопрос каким образом, учитывая, что у нас патологоанатомическая служба сильная, и видите, что у нас в основном диагноз ставится морфологическим методом, поэтому предусмотрено, что как только патоморфолог выставляет диагноз онкологического заболевания, пациент автоматически попадает в раковый регистр. Таким образом, мы предотвращаем вот эти вот немотивированные потери. Иногда до 30 к концу года 30% случаев опухоли не имеем своевременных данных, начинаем проводить всевозможные сверки и так далее. То есть вот этот вопрос решается у нас в автоматизированном формате. Ну вот так вот выглядит, например, регистр пациентов с выявленными онкологическими заболеваниями, с первичными, тут вот написано, доработка, черновик, это значит пациенты уже в регистре, это значит пациенты, в отношении которых нужно предпринимать активную маршрутизацию, и вот это доступно для просмотра. По сути, речит об создании электронного журнала первичных онкобольных. Это доступно для просмотра на уровне первичного онкокабинета, на уровне онкологического диспансера, потому как мы контролирующие звено в организации онкологической помощи, на уровне ночмеда и так далее. То есть доступность просмотра. То есть мы создали, по сути, место, где это можно все посмотреть очень быстро. Актуализация данных, безусловно, важна для ракового регистра. И вот эта актуализация, она предусматривается тем, что онлайн информация поступает о каких-либо изменениях в регистр или другие регистры о наших пациентах. Мы интегрированы с базой территориального фонда, поэтому можем достаточно оперативно вытаскивать информацию о случаях смерти, причинах смерти. Все это предусмотрено. Кроме того, вот такой формат изменил работу организационно-методической службы области. Мы больше, как здесь стали, не статистикой, а больше как координирующим звеном. Мы в режиме чата, разработанных возможностей чата, переписываемся с лечебным учреждением, уточняем информацию о пациентах, о ситуации, о показателях и так далее. И надеемся к тому, что достаточно скоро мы уйдем от бумажного документа оборота, может быть, процентов на 75, это точно. Что касается пациентов с подозрением злокачественного новообразования, это проблемная группа пациентов, которые, к сожалению, могут нам давать уже запущенные ситуации, потому что долго ходят где-то там на уровне первичного звена. Поэтому что сделано? Формализованное заключение где-либо в армах в системе дел, в системе информационной идет, например, на уровне рентгенологической службы мемографии или на уровне смотровых кабинетов, подозрения на злокачественное образование категории БИРАЦ-3.5 выставляется в мемографических кабинетах или патоморфологи делают заключение дисплазии тяжелой степени, эти пациенты попадают в регистр с подозрением и также вкладка доступна для просмотра в первичном онкокабинете и на уровне онкодиспансирования, методод отдела для контроля. Регистр онкориска, сюда попадают у нас пациенты также автоматически из арма, настройки все предусмотрены, предраковые процессы, дальше это пострадавшие традиционные катастрофы, семейные онкодиспансирования, то есть информация поступает автоматически. Информация доступна для просмотра в кабинете онкопрофилактики, который открыт на базе онкологического диспансера. Этот опыт мы переняли у Александра Федоровича Лазарева, в Алтайском онкодиспансере, это лидеры в организации противораковых мероприятий, поэтому в данном кабинете работает онколог с медсестру и им доступен для просмотра контингент пациентов, имеющих высокий риск для того, чтобы в дальнейшем могли их активно вызывать и назначать им обследование. Регистр онкопрофилактика, то есть это то, что сегодня очень важно, мы считаем, его разрабатывали с большой такой целью амбициозной добиться ликвидации запущенной формы, опытные онкологи считают, что это реально, наружных имеется в виду локализации. Что из себя этот арм представляет этот регистр? Это, опять же, армы специалистов, которые направляют на скрининги, вот и оранжевым цветом показано, которые в системе должны, это, например, врачи-стационары, гинекологи, терапевты, УВП, регистратуру, узкие специалисты, это те структуры, которые должны направить пациентов на профилактические мероприятия, синомографию, смотровые кабинеты и так далее. А синим цветом здесь выделены специалисты, которые делают заключение о скрининге, опять же, в системе, то есть все работают в системе. Оранжевым цветом выделены те, кто должны создать направление и сделать услугу направления, соответствующий скрининг, а синим цветом выделены те, кто в системе делает заключение. Ну вот как это выглядит, например, я врач-терапевт, сижу на приеме, ко мне приходит пациентка Семенова и Петрова. И первое, что я вижу, и ведь любой абсолютно врач, любой смотровой кабинет, узкий специалист, это онкостоматологический статус, по онкопрофилактике видно, что эта женщина подлежит всем видам скрининга, она их не проходила ранее, и ее обязан направить наш лечащий врач на эти обследования. И система ему не даст сохранить прием в лечащем врачу, пока вот эта подсказка в виде «осоздая направление» и «направив на обследование» не будет реализована в системе в виде направлений. Ну вот так вот выглядят рабочие места специалистов, которые у нас непосредственно проводят скрининги, смотровой кабинет, рентгенологи, стоматологи, цитологи. Они видят записанных к ним пациентов от лечащих врачей, делаются формализованные заключения. И в результате лечащий врач у нас видит вот такую вот в конечном итоге информацию, сведения об онкопрофилактике, услуга смотрового кабинета пройдена, дата, подозрения на опухоли, вот мы здесь четко видим, услуга цитологического скрининга, тоже патологии. И в дальнейшем, опять же, я уже не стала здесь демонстрировать, тоже выйдет, система не даст сохранить прием, пока пациента не запишут активно к врачу-онкологу, опять же, в системе. То есть вот так вот настроена система на бесконечные подсказки и на такую вот мотивацию сделать то, что, в общем-то, всегда должны были делать наши специалисты. Ну, при внедрении, сразу скажу, никакого отторжения не было, все прекрасно все понимают, потому что активно сами никогда не направляли вручную, не писали направление на скрининге, но сейчас их система заодно заставляет это делать. Аналитика очень важна, потому что любое действие, оно должно, конечно же, контролироваться. И вот если, например, у нашего регистра онкопрофилактика, видно, что мы можем формировать различные группы пациентов, которые подлежат скринингам, у которых неудовлетворительные результаты в виде скрининга. То есть можно в виде персонали сделать отчеты, можно сделать в виде цифр, то есть посмотреть результативность в разрезе участка, в разрезе больницы, в разрезе района. Все это доступно и онкокабинету, и отдельной больнице, и онкологическому диспансеру. То есть если мне необходимо по области представить, допустим, данные, я легким нажатием клавиши получаю сводный отчет по региону, о чем только бы мне в голову не пришло. Особенности нашего регистра еще онкопрофилактики, хотелось бы сказать, что результаты скрининга вносятся в маммографии, цитологические, неважно, кто проводил и по какому поводу, в рамках ДОГВН, гинеколог ли проводил, в смотровом, какие-то профилактические, все в систему вносится, и таким образом мы избегаем дублирования последующих этих обследований. То есть вся информация доступна. Конечно, если заходит лечащий врач и видит, что уже пройденный скрин, конечно, он уже не будет лишний раз направлять, и видно результат. И предусмотрена возможность внесения результатов из других ЛПУ, потому что, вы знаете, сейчас частная медицина активно развивается, и пациенты там тоже могут проходить скринги, поэтому информацию мы можем довносить в нашу информационную систему. Но наши ожидания от этого всего какие? Мы ожидаем увеличение потока пациентов на скринги, и это действительно так. Увеличение сети смотровых кабинетов, к этому мы приходим, потому что уже сегодня лечебное учреждение, и главные врачи понимают, что нагрузка возросла на смотровые кабинеты, необходимо расширять сеть смотровых кабинетов. Появилось улучшение коммуникации между врач и пациентом. Наконец-то наши пациенты стали слышать от наших лечащих врачей о том, что есть профилактическая мера, что-то необходимо делать, появился диалог на тему профилактика. И, конечно же, очень важно это экономия ресурсов, потому что минимизируем дублирование различных скрининговых обследований. Просто на примере одной поликлиники, я когда им показала их результат, они так немножко тоже сами себе удивились, что они это могут. Но что касается охвата, например, вот здесь сравнение их годовые данные, обычно среднестатистическая поликлиника городская, их результаты за год и их результаты за 6 неполных месяцев. Видите, то есть они уже за счет вот этой дисциплинированной такой работы в системе увеличили охват. Понятно, что мы увеличим и выявление притраковых состояний, да, и хронических процессов, и онкологических заболеваний. То есть это вот всего лишь фрагмент такой вот. Поэтому использование возможности единого информационного пространства на уровне региона позволило нам минимизировать потери первичных онкопациентов, повысить качество прослеживаемости, это факт, формировать более четко группу онкологического риска у нас, вот модуль онкопрофилактика имеется, он способствует формированию этих рисков, и вести регистр предрака, реально контролировать все-таки реально, словно, ключевое профилактические мероприятия на уровне первичного звена общей лечебной сети, основываясь не на тех отчетах, которые нам предоставляют те же смотровые кабинеты или онкокабинеты, а то, что вот вносится в систему, и мы можем оттуда выдергивать и давать оценку этим мероприятиям. Таким образом, это был последний слайд, коллеги, спасибо за внимание, это наш опыт Томской области. Спасибо, вопросы, пожалуйста. Ну, можно сейчас, можно попозже, как пожелаете. Спасибо большое. Да, пожалуйста, пожалуйста. Лидия Валентиновна, я, как всегда, несколько вопросов задам. Скажите, пожалуйста, у Вас насколько быстро поступают сведения о смерти пациентов в Ваш раковый регистр? Какие каналы Вы используете? Каналы мы используем, прежде всего, у нас есть регламент учета смертей. Значит, смест с каждого лечебного учреждения, с каждого первичного онкологического кабинета практически в течение одного рабочего дня после того, как был зарегистрирован факт смерти, в оргметод отдел поступает копия корешка медицинского свидетельства с посмертным эпикризом, с копией посмертного эпикриза. А с ЗАГСом мы взаимодействуем? Плюс в конце месяца, ежемесячно, мы еще посещаем ЗАГСы. Замечательно, отлично. Проводим, ну, в этом плане работа построена, и если мы не согласны с причиной смерти, пишется активно письмо в лечебное учреждение с просьбой либо доказать, что пациент умер от онкологии, ну, и иногда переписывают свидетельства на так, как нужно. Причину смерти меняют. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы, я не знаю, вы ответите на этот вопрос или нет, как вы совмещаете базы данных МИС и противоракового регистра? В смысле, как совмещаем? Они в системе, в системе базы данных она интегрирована. Но когда две базы данных требуется совместить, нужно понять, какая медицинская информация к кому относится. У вас есть идентификационные номеры какие-нибудь? Конечно, это все и завязано и на номерах, идентификационные номера, и НЭН, то есть вот эти все вещи мы используем. А как вы боретесь с законом о защите персональной информации? Михаил Юрьевич, мы с ним не боремся, мы живем с этим законом и… Политически верно. Да, 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 поэтому используем здесь все, что нужно. Мне очень понравилось то, что вы создали или создаете регистр онкориска. У вас база данных этого регистра большая уже сейчас? Насколько она соответствует? Нет, пока небольшая, всего 1272 пациента. А, пока только начинаете? Это только начало, конечно. А какие мотивы были, когда вы в эту базу данных включили детей еще? Почему они относятся к группе онкориска? Ну, этот вопрос же он неоднократно, да, как бы вот и была сессия в первый день о детях, вопрос обсуждался, что после того, как наши дети получают специализированную терапию, мы понимаем, что у них может быть риск и у последующих поколений у этих детей. Поэтому, вот как-то основываясь на том, что агрессивное лечение... Это дети онкологических больных туда попадают? Нет, это прежде всего дети, взрослые, будучи детьми, заболели и перенесли специализированные лечения, получили специализированные лечения. Мы этих детей включаем в регистр высокого риска. А, то есть не дети, а взрослые, которые в детстве болели. Да, 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 я прошу прощения, если не точно здесь. Еще, скажите, пожалуйста, в вашей базе данных есть хотя бы одна частная клиника, которая занимается скринингом или там лечением, диагностикой больных? Да. У вас предусмотрено? У нас, на самом деле, не очень много частных клиник, которые принимают участие... Это большая проблема в здравоохранении современном. Ну, пока мы такую большую проблему на себя не почувствуем, потому что, видите, мы очень деликатный регион в плане населения, поэтому и у нас ряд проблем, как бы у нас в деле решается таким мирным путем. Вот, все это понимают, поэтому есть лечебные учреждения частной формы собственности, которые в регистре... Ну, а мы организовали... А как вы с ними взаимодействуете? С позицией силы или какими-то деньгами привлекаете? Нет, я говорю, что мы мирным путем сосуществуем в основном, да. То есть они бесплатно готовы вам всю информацию предоставлять, то есть увеличивать свой документ оборотов? Ну, во всяком случае, если речь идет о цитологическом скрининге, то сведения мы получаем от них без проблем. Но, опять же, есть алгоритм оказания онкологической помощи, в рамках которого каждое лечебное учреждение, неважно от формы собственности, частной и так далее, обязаны предоставлять сведения об онкологических пациентах и так далее. То есть у нас все это работает. Нет, мы ничего не приобретали, мы сами разработали... Вот я могу сказать про наш сегмент, потому что на уровне региона там процессы, понятно, комментировать не буду, мы работаем с тем, что есть, но мы за свои деньги, собственно говоря, разрабатывали это все, внедряем это все, поэтому заказчик, мы заказчик, вернее, заказчик наш департамент здравоохранения Томской области, мы непосредственно, да, как идеологи этого процесса, а разработка со стороны БАРС за свои деньги это делали. Лидия Валентиновна, последний вопрос. Со сплатных услуг. У вас сколько регистраторов работает? Ну, в вашем отделе? В отделе у нас 4 медицинских статистика, кто занимается непосредственно регистрацией рака, и 7 врачей-методистов. То есть у нас штатное расписание заточено под приказ 915, то есть соответствие, вот иначе невозможно вот это построить. Справляется? Справляются, но, конечно, нужно идти вперед, не все устраивает. Спасибо большое. Спасибо. Еще у кого-то что-то есть? Да, пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, замечательный доктор вообще. У нас микрофон есть в аудитории? Галина Владимировна, пожалуйста, задержитесь. У нас есть микрофон, если можно. В отношении смертности, я хотела сказать, есть ли у вас большой опыт, какой процент у пациентов скрывается и подтверждается диагноз смерти от злокачественной опухоли, какой процент умирает от сопутствующих заболеваний, какое количество больных от токсичности нашего лечения. Или вы это в будущем планируете? Спасибо. С токсичностью сложно, сразу скажу, лукавить не буду, потому что все, наверное, кто занимается регистрацией, понимают, о чем идет речь. О случаях посмертно учтенных в разные годы у нас разные цифры были, и 10, и 12 процентов, сейчас на уровне 5 процентов, ну вот если брать 16-й год. И онкологичность, да-да-да, конечно, мы регистрируем, естественно, все случаи смерти наших пациентов от неонкологических заболеваний по 16-му году у нас 2 процента умерло. Ну, она работает, тем не менее. Ой, я сейчас вам цифру не приведу. Ну, как много? Знаете, мы вот требуем, чтобы, во-первых, вскрывали всех, кто идут без верификации, ну, при жизни это верификация, 100-процентная. Второе, если все-таки вызывает сомнения пациенты в 3-й клинической группе, то есть спецслужили, пролечились, все хорошо себя чувствуют, вдруг умирают. То есть вот этих случаев спорных, да, необходимо осуществлять направление на утопсию пациентов. Ну, не скажу процент, вот, знаете, не подготовилась к почту. Спасибо. А еще есть желающиеся? Коллеги, я просто прошу, хочу напомнить вам все-таки о терминологии. Больной не может умереть от онкологии, так же, как от фтизитрии, венерологии, кардиологии. Мы не журналисты с вами, не малаховцы. Он умирает от рака, от злокачественного образования, от саркомы в худшем случае. Извините, не мог пройти мимо. Спасибо.